Третьеклассники, здравствуйте! Мы продолжаем историческое понятие рассматривать, знакомиться с ними. Понятие 47-е – фамилия. Фамилия происходит из латинского языка и переводится как «семейство», то есть слово фамилия латинского происхождения. В Римской империи оно первоначально обозначало совокупность рабов, принадлежащих одному хозяину. Затем общность, состоявшая из семьи хозяев и их рабов. И далее общность, состоявающую из главы семейства, его кровных родственников, а также некровных, например, невестки или зытья. Определение фамилии – это наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду. Фамилия ведет начало фамилия от общего предка, а в более узком понимании ведет к одной семье. Обтроним – так называется фамилия человека, характеризующая его образ жизни и профессию. Помимо этого, похожий смысл слова «фамилия» позже имела достаточно долго свое хождение в Европе и в России. Особенность российского наречения фамилии, оно происходило в основном в 17-18 и даже отчасти в 19-м столетии. И чаще фамилии давались по помещику и селения также назывались. Если, скажем, помещик по имени был Степан, то его поместье, его селение, в котором было поместье, называлось, скажем, Степановка. И много фамилий в этой Степановке было Степановы или Степаненко. И только в 19-м веке слово «фамилия» в русском языке приобрело свое второе значение и стало официальным и основным. И в том значении, как наследственное семейное именование, которое прибавляется к личному имени. Например, личное имя Иван, фамилия Иванов. Фамилия состоит прежде всего из корневой основы, имеющей или имевшей в прошлом какое-либо лексическое значение. Но также включает в себя приставки, суффиксы и окончания. В русском языке и некоторых других славянских языках, а также в литовском и латышском, Женские фамилии, как правило, отличаются по форме от мужских, в силу морфологических особенностей языка. В некоторых языках, например, в литовском, фамилии имеют различные формы для мужчин, замужних и незамужних женщин. В исландском языке фамилий не существует вообще. Используемые в качестве фамилии отчества образуются по-разному для мужчин и женщин. И это характеризуется окончаниями. Сон, например, окончание означает сын. Доттер означает, окончание означает дочь. Возникновение в современном понимании для фамилий произошло поздно и было связано с расширяющимися экономическими связями и необходимостью регулирования института наследования. Впервые они появились в экономически развитых областях Северной Италии уже в 11-м столетии, даже в 10-м некоторые авторы отмечают. В дальнейшем процесс активного становления фамилий начинается на юго-востоке Франции, в Пьемонте, постепенно охватывает всю Францию, затем в Англии. И закончился в Англии, например, с 11-го столетия до 15-го столетия. Хотя в Шотландии и Уэльсе формирование фамилий шло даже в 18-м веке. Похожая ситуация была и на территории Германии, где фамилии немецких христиан давались еще и в 19-м веке. В 16-м веке закончилось образование фамилий. В Дании, в России, как я уже отмечал, тоже русские фамилии. Они начинаются с 14-го, 15-го столетия, но в основном в 16-м, 17-м и 18-м столетии. А окончательно закрепились в 60-е годы 19-го столетия, уже после отмены крепостного права. Спасибо за внимание. На следующем видео уроке мы рассмотрим понятия имя и отчество. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok